коллеги всем здравствуйте напишите пожалуйста по традиции в чатик как со связью хорошо ли слышно отлично спасибо спасибо ну тогда минутку ждем как обычно и начинаем спасибо так ну динамика прироста посетителей существенно снизилась так что давайте будем начинать всем еще раз здравствуйте с вами отдел обнаружения предносного по экспертного центра безопасности компании пусть и technologies сегодня представимся так это алексей вишняков и александр лухин всем добрый день прежде всего пару технических моментов первое запись будет запись будет и она будет размещена вот когда и где она будет размещена пока сейчас не сможем сказать но мы этот вопрос решаем и эта информация никуда не потеряется и второе пишите пожалуйста ваши вопросы в специальный раздел questions and answers мы собственно в конце презентации они с удовольствием ответим вот а сейчас переходим к поездке дня собственно о чем мы сегодня будем говорить саша следующий слайд туда спасибо спасибо надеюсь это не зависание собственно для тех кто не знал кто забыл напомню собственно продукте ради которого все это делается буквально в двух словах а дальше будем разговаривать о том как распаковывать исполняемые файлы сначала вкратце о формате как некоторые свойства некоторые поля и формата понадобятся в ходе вебинара поэтому мы кратенько по их проговорим и напомним что нам пригодится дальше поговорим о общем подходе как работать с упаковщиками какие у них есть особенности после чего рассмотрим варианты как с этим бороться как с этим бороться в можно сказать в динамике да в поводу такой динамики с использованием эмуляции как это выполнять статически какие вещи обращать внимание как это делается ну и традиционно подытожим как я уже сказал ответим на вопросы собственно это sandbox продукт класса песочница позволяет анализировать входящий поток файлов с различных сторон есть статический анализатор который состоит из ярдвижка с правилами которые поставляют экспертный центр безопасности после technologies также мы используем внешние сдк антивирусные для того чтобы с разных сторон иметь возможность верифицировать вероносное поло также есть стадия поединического анализа образцы запускается в изолированной виртуальной машине снимается трасса действий образца то есть все его действия в системе логируются после чего в этой записи ищется какая-то аномалия и регистрируется вероносная активность также анализируются артефакты это и запись с тела трафика и созданные файлы в системе собранные дампы памяти процессов все это проходит в некотором смысле до повторяющейся стадии статического анализа и это тоже позволяет выявлять вероносное поло сегодня мы говорим о распаковщиках первое что хотел сказать вообще да вот если кто-то касается этой темы наверно столкнется с тем же с чем в свое время столкнулись мы не так много информации есть в интернете о том как собственно распаковывать исполняемые файлы как это вообще работает как к этому подходить с чего начать то есть какого-то единого материала на этот счет найти достаточно сложно есть инструменты которые позволяют с этим работать но опять же в каких-то случаях какие-то упаковщики инструмент может распаковать каких-то не может то есть опять же тоже какого-то такого единого подхода единого рабочего инструментария нет и мы поняли что вынуждены это собственно проделать ну вот второй момент собственно зачем зачем мы этим занялись мы продолжаем улучшать компоненты нашего продукта в частности модуль который отвечает за за предобработку входящих файлов до того как они уйдут по единический анализ хочется предварительно какие-то вот части фрагмента извлечь проанализировать в некоторых случаях это позволит быстрее принять решение случае когда продукт работает работает в потоке и может блокировать угрозу это очень важно насколько быстро он собственно эту угрозу выявит и сможет заблокировать вот но в каких-то случаях это в принципе позволяет нам наружить визуально по что не всегда поведение даст процентная гарантия к успеху собственно этой части я передаю слово коллеги саша расскажи нам пожалуйста подробнее упаковщиков и вообще сначала по информате с чем нам предстоит работать да как раз как было уже сказано прежде чем перейти собственно к теме вебинара упаковщикам нам надо разобраться что же из себя представляют исполняемые файлы для операционной системы windows исполняемые файлы представлены форматом portable executable или сокращенно п и структурно п файл состоит из заголовков и секций справа на слайде можно видеть как выглядит п файл в 16-ти ричном редакторе в первых двух байтах находится сигнатура mz это начало доз заголовка далее идет доз заглушка ее можно определить по строке this program cannot be run in those mode и далее идет по и заголовок его можно видеть определить по сигнатуре п и далее следует заголовок общем хэдер несмотря на свое название он является обязательным для формата portable executable структура этого заголовка технично представлена справа на слайде адресов entry point поле адресов entry point это место с которого начнется выполнение программы или точка входа в программу поле image base это адрес памяти по которому будет загружен файл после его запуска кроме этого в заголовке общем хэдер содержатся адреса и размеры различных таблиц которые необходимы для работы программы то есть это таблица экспорта таблиц импорта таблиц ресурсов и так далее о них мы поговорим позже после заголовка общем хэдер идут заголовки секций в них содержится положение размер секций памяти и их положение и размер только уже пайли кроме этого в вот по цифре 3 можно видеть флаги которые характеризуют эти секции то есть к примеру право доступа секции или содержимое этой секции хорошо точнее пожалуйста на предыдущем слайде по флагам каждый флага в отдельном байте или как они там упаковываются как они нет они все хранятся в четырех байтах это битовое поле и в общем каждый байт означает какую-то конкретную характеристику данной секции то есть например права либо что-то другое понятно спасибо один из важных элементов исполняемого файла это таблица импорта она необходима для приложений которые используют динамические библиотеки как было сказано ранее адрес таблицы импорта ее размер можно посмотреть заголовки общем хэдер сама таблицы импорта состоит из массива дескрипторов импорта основная информация которые содержатся в дескрипторе импорта это адрес таблицы имен импорта адрес строки с названием импортируемые библиотеки и и последнее это адрес таблицы адресов импорта таблица имен импорта представляет собой массив который состоит из абсолютных адресов импортируемых функций прошу прощения таблицы имен импорта это как раз массив ее каждый элемент является либо указателем на на название импортируемой функции то есть на текстовое название этой функции либо на ее порядковый номер в импортируемой библиотеке а уже раз таблица адресов импорта это массив который состоит из абсолютных адресов импортируемых функций то есть именно на таблицу адресов импорта ссылается код приложения когда к примеру происходит какой-либо межмодульный вызов теперь поговорим о таблице релокаций начнем с того что вы файлы могут себе содержать абсолютные адреса и на этапе компиляции эти адреса выставляются как в случае если бы образ был загружен по базовому адресу который указан в общем хэдер в случае если исполняемый файл загружается по другому базовому адресу не по тому который указан в заголовке optional хэдер нужно произвести перебазирование именно как раз для таких случаев исполняемый файл и нужна таблица релокаций сама таблица релокации состоит из из блоков и каждый из этих блоков содержит в себе позицию вот этих самих абсолютных адресов файле и тип релокации от типа релокации зависит то каким образом будет обрабатываться каждый конкретный абсолютный адрес и про то как эти адреса обрабатываются мы также поговорим позже теперь когда мы немного поговорили о формате portable executable посмотрим что же из себя представляют упаковщики исполняемых файлов в принципе упаковка исполняемого файла заключается в сжатии секций и прикрепление к ним кода который отвечает за распаковку этого исполняемого файла в памяти и передача на него управление сами программы которые выполняют такие действия называются упаковщиками упаковщики применяются обычно для защиты кода приложений от рверс инжиниринга естественно для уменьшения размера исполняемого файла и что еще немаловажно слунышники зачастую используют упаковщики для закрытия своего предоносного кода вот тот самый код который упаковщик применяет прикрепляет к исполняемому файлу называется загрузчиком его основная задача распаковать содержимое файла и передать на его выполнение все действия загрузчика можно разделить на несколько этапов этапов их можно видеть слева на слайде и про каждый из этих этапов мы поговорим отдельно первый этап это распаковка упаковщики разумеется для сжатия исполняемых файлов используют сжатие без потерь наиболее часто встречаемые алгоритмы сжатия представлены на слайде это различные алгоритмы таких как lcma apple и так далее но иногда могут применяться даже авторские алгоритмы которые к примеру являются модификациями других алгоритмов соответственно первая задача загрузчика это распаковать сжатые данные вот к примеру справа на слайде представлена часть алгоритма декомпрессии апплип красной рамкой выделены его такие наиболее характерные фрагменты если говорить конкретно то это разбор закодированной последовательности и определение позиций их количество повторений также в рамочках можно видеть некоторые числа 16-речные системы числения которые также являются такими достаточно характерными константами для этого алгоритма обычно перед сжатием данных над ними производится фильтрация то есть это некоторая процедура которая позволяет увеличить коэффициент сжатия в исполняемых файлах обычно фильтруют инструкции которые оперируют относительными адресами в основном это относительные call и jump их обкоды соответственно это е8 и е9 как можно видеть на рисунке слева носительный пол состоит из двух компонентов первое это обход е8 и после него идут четыре байта которые как раз представляют собой относительный адрес вызываемой функции также можно видеть что два таких кола которые вызывают одну и ту же функцию но находится при этом на разных позициях в коде будут иметь разный код то есть у них будет различаться вот этот вот относительный адрес который идет после обкода и сама идея фильтрации заключается в том чтобы вот эти относительные колы которые вызывают одну и ту же функцию имели одинаковые коды как представлено на рисунке справа благодаря этому увеличится количество повторений в данных которые сжимаются и соответственно увеличивается коэффициент сжатия а уточни пожалуйста вот насчет е8 и е9 ну по идее же может быть такое да что случайно в коде что один что другой байт встретиться на самом деле это не будет собственно той самой инструкции call или jump вот упаковщики как-то проверяют валидируют что они действительно нашли обкод они случайно какой-то байт который на это похож это уже на самом деле зависит от применяемого фильтра и от самого упаковщика то есть бывают некоторые ситуации в которых используются самые простые фильтры которым в принципе безразлично что перед ними действительно ли инструкция call или jump либо просто какой-то случайный обкод е8 и они фильтруют в принципе все без разбору есть также более сложные фильтры которые каким-либо образом пытаются определить действительно перед действительно ли перед ними такая вот инструкция или нет понятно вот на этом слайде представлен как раз представлен один из самых простых вариантов такого фильтра когда к четырем байтам которые идут после обкода просто прибавляется адрес следующей инструкции то есть по сути происходит конвертация носительного адреса в абсолютный и в более сложных фильтрах кроме вот этого вот прибавления адреса могут присутствовать и другие какие-то арифметические операции но принципе суть от этого меняться не будет теперь давайте вернемся к загрузчику так как упаковщики производят фильтрацию данных то загрузчик должен произвести обратную процедуру то есть дефильтрацию слева на слайде представлен код дефильтрации носи а справа точно такой же код только на ассемблере вот к примеру по цифре 1 происходит получение размера обрабатываемых данных то есть этих вот данные которые как раз фильтруются под цифрой 2 считывается очередной байт этих данных и он сверяется с обкодами дефильтруемых инструкций то есть это обкоды его семье 9 по цифре 3 происходит множество различных действий но например изменение порядка байтов и так далее но внимание стоит обратить именно на переменную а которая будет содержать себе адрес текущей инструкции и на то что это переменная будет вычитаться из и значение которое идет после обхода и благодаря чему выстанавливается правильно посетительный адрес теперь после того как как все данные распакованы после того как они были дефильтрованы начинается обычное восстановление импортов загрузчик разбирает таблицу импорта находит в ней название всех необходимых библиотек загружает их при помощи функции load library или в случае если библиотека уже загружена с помощью функции get model handle получает ее адрес после этого он продолжает дальше разбирать таблицы импорта и находит название импортируемых функций получает их адреса при помощи функции get прок адрес записывает эти адреса уже на правильные места в таблице адресов импорта то есть в таблице на которую как раз весь код и ссылается когда совершает межмодульные вызовы также в случае когда образ был загружен не по базовому адресу который указан в заголовке optional header загрузчик должен произвести перебазирование она заключается в разборе таблицы локации и исправление исправление абсолютных адресов напомню что таблица локации стоит из блоков в начале каждого блока содержится структура которые содержат себе информацию конкретном блоке в нем указаны размер этого блока и адрес страниц для которого как раз применяются релокации и после него идет массив структур который уже в свою очередь содержит информации о каждой конкретной релокации то есть о ее типе и о ее смещении в файле справа на слайде можно видеть ассемблерный код который представляет собой как раз процедуру разбора локаций подробно мы его рассматривать не будем достаточно только сказать что вот например по цифре 1 можно видеть что происходит процедура определение типа релокации в регистр bx помещается 2 байта после чего из них отсекаются из них отсекаются 12 байтов и и это значение которое после этого получается в регистре bx уже сравнивается с каким-либо с каким-то другим значением вот можно видеть что это либо 1 либо 2 либо 3 таким образом разбирается тип релокации определяется тип релокации и каждую конкретную релокацию каждого типа нужно каким-то своим способом обработать и вот как раз по цифре 2 можно видеть процедуру обработки релокации третьего типа то есть опять в регистр bx помещается два байта после чего из них берутся только только 12 байтов это можно видеть вот по второй инструкции и и после этого к сожалению на слайде этого не видно но в регистре bx содержится разница между фактическим базовым адресом по которому образ был загружен и базовым адресом который указывается заголовки optional header и как раз вот это вот содержимое bx как раз применяется к вот этому абсолютному адресу и то есть таким образом происходит происходит перебазирование саша говорка наверно да про 12 не байта бит все таки да прошу прощения это именно биты здесь сама вот эта структура состоит из двух байт и соответственно из 16 битов еще вопрос а можно как-то проигнорировать работу с таблицей релокации как-то выглядит не очень сюда это очевидно и просто это действительно требуется можно в каких-то случаях без этого обойтись единственный случай в котором можно обойтись без перебазирования и без разбора таблицей релокации это если программа была загружена по как раз тому самому базовому адресу который указан у нее в заголовке optional header в остальных случаях без перебазирования программа работать просто не будет и последним шагом в работе загрузчика самом конце его идет вычисление original entry point то есть точки входа в начальную программу и передается на него управление на слайде представлено как выглядит этот переход для различных упаковщиков подробно останавливаться на них мы не будем достаточно сказать что в основном это различные джампы и возвраты теперь когда мы владеем основной информацией о работе загрузчика давайте попробуем вручную произвести распаковку для этого я покажу вам небольшое демо и прокомментирую его демо должно быть видно да появилась отлично наш тестовый образец который мы будем распаковывать представляет собой утилиту фуэмай которая жата упаковщиком аспак для начала откроем наш тестовый образец в отладчике будет использоваться отладчик x64 dbg и перейдем сразу на точку входа я предварительно разобрал код загрузчика и в поле справа где сейчас написано entry point оставил некоторые комментарии которые нам помогут немного сориентироваться в загрузчике давайте бегло просмотрим его листаем вниз видим функцию которая отвечает за распаковку за распаковку секций далее далее идет алгоритм дефильтрации про который я как раз говорил недавно его можно видеть по таким характерным инструкциям как вот выделены к примеру сравнение какого какого-то байта с обходом с обходом относительных колл и джамп дальше листаем видим упомянутый родний код который отвечает за за разбор релокаций далее идет код который отвечает за обставление импортов при помощи функции lot library а и get прок адрес листаем еще вниз и наконец наконец встречаем уже конец загрузчика сам и место перехода на точку входа в оригинальную программу ставим на ней breakpoint выполняем весь код до нее и делаем и делаем один шаг теперь мы по сути находимся уже в коде изначальной программы и на данный момент у нас есть распакованные в памяти образ и из этого образа можно попробовать восстановить оригинальную программу для этого мы воспользуемся встроенным батлайчик плагином ссылом найдем с его помощью таблицу адресов импорта проверим результаты работы этого плагина исправим возможные недочеты которые возникли то есть действительно здесь видно что это адреса некоторых импортируемых функций исправляем вот эти недочеты как раз плагин в итоге просмотрит адреса которые находятся в этой таблице и определить какие функции импортируются наши программы после этого мы создадим памяти 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 текущего модуля то есть именно нашей вот этой распакованной программы и исправим его подробнее про это будет немного позже теперь закроем отладку она нам больше не потребуется и теперь нам остается произвести одно последнее действие чтобы получить рабочую программу потому что на данный момент постановленный нами файл не будет рабочим в нем мы не указали таблицу локаций и в случае если он будет закружен не по базовому адресу то операционная система просто не сможет его перебазировать исправим это при помощи скрипта на питоне этот скрипт проверяет включена ли для нашей программы загрузка по произвольному адресу ну или иными словами поддерживает ли данный исполнением файл а если да то он включает загрузку по произвольному адресу и таким образом наш файл всегда будет загружаться по имиджбейс выполним скрипт подадим ему на вход как раз наш исправленный дам памяти результат сохранится файл фикс и запустим его посмотрим и действительно программа отрабатывает корректно делом вывод что она успешно распаковалась пока мы далеко не убежали ты вот рассказывал про работу с плагином ссылы ты корректировал ошибку для того чтобы там правильно воспользоваться восстановлением таблицы импорта потому что подробнее рассказать что именно ты подкорректировал коллеги потом на повторе видео смогут этот момент еще раз посмотреть внимательнее что это корректировал а тут можете сейчас устно пока расскажешь в чем была суть этого фикса на дело в том что плагин некорректно определил размер таблицы адресов импорта то есть он просто упустил одну из функций и я в общем исправил этот момент то есть добавил к размеру таблицы еще четыре байта таким образом охватив все нужные функции ну собственно на этом все исправление и закончилось то есть всегда в принципе нужно проверять корректно ли определился определились адрес сайт и таблицы адресов импорта или нет окей так давайте поверхностно подытожим что же мы сделали по сути мы вручную провели динамическую распаковку мы запустили программу далее выполнится до точки входа но до точки входа в оригинальную программу смысле определили импорты сделали там памяти и обработали его и в итоге мы получили рабочую распакованную программу давайте попробуем автоматизировать этот процесс для распаковки файлов которые были упакованы аспаком упаковщиком аспак для этого воспользуемся эмулятором в качестве эмулятора мной был выбран эмулятора speak easy потому что лично мне с ним удобно работать и что намного более важно он предоставляет много готовых и на пи то есть нам не нужно писать собственные и собственные варианты таких функций как примеру virtual alloc load library и тому подобное но в принципе можно воспользоваться абсолютно любым другим эмулятором как мы уже знаем окончание процесса распаковки сопровождается переходом на на original entry point то есть на точку входа в изначальную программу для получения вот этой original entry point добавим в эмулятор перехват который который будет срабатывать после каждой после абсолютно каждой выполненной инструкции внутри эмулятора будет проверяться текущий адрес выполнения и случае если этот адрес выполнения выходит за за пределы секции загрузчика то есть когда он либо меньше виртуального адреса секции загрузчика либо когда он больше суммы виртуально адрес секции загрузчика и ее ее размеров памяти то мы делаем вывод что мы находимся в в точке входа в изначальную программу записываем этот адрес и после чего мы завершаем эмуляцию на нижнем рисунке справа как раз показана эта функция перехват то есть вот на этой строчке идет проверка вот этого условия про которое говорил условия вхождения в секцию загрузчика и вот на нижней строчке происходит запись текущего адреса то есть иначе original entry point а предварительная проверка с байтом c3 с чем связано с чем это нужно дело в том что байт c3 он представляет собой обкод инструкции ряд то есть инструкции возврата и дело в том что были встречные такие образцы аспака которые выполняли в самом в коде загрузчика выполняли вызов в другую секцию как раз на инструкцию ряд то есть выполняется вызов в другую секцию и моментально происходит переход обратно так как вызывается эта инструкция ряд и таким образом сбивалась из-за этого работа эмулятора и именно для этого как раз и нужна эта проверка мы в принципе на предыдущем шаге могли бы заодно и создавать там памяти но есть одна проблема дело в том что загрузчик аспак затирает таблицу импорта и для того чтобы не заниматься ее полным вставлением заново давайте лучше определим момент в которой она в которой сами данные будут уже распакованы но таблицы импорта будет все еще цела для этого мы будем ориентироваться на вызов функцию get модуль handle первый раз эта функция вызывается в самом начале работы загрузчика как раз она вызывается для получения различных служебных функций загрузчика то есть функции которые будут нужны для распаковки данных после чего происходит как раз вот эта сама распаковка происходит дефильтрация как мы помним и уже после этого происходит восстановление импортов и вот как раз на момент восстановления импортов функция get модуль handle вызывается во второй раз то есть вот именно на втором вызове этой функции мы можем получить дан памяти в котором не будет затерта таблицы импорта и и в общем ее не нужно будет потом после этого вручную восстанавливать и достаточно будет просто определить определить ее адрес опять адрес таблицы импорта и как раз как раз во втором вызове кроме того что таблицы импорта будет не тронута в регистре регистрии сайт будет содержаться ее адрес то есть адрес вот этой таблицы импорта и откуда мы его собственно можем можем просто без проблем считать далее загрузчик продолжает вызывать get модуль handle пока не получит адреса всех импортируемых библиотек и таким образом размер таблицы импорта мы получим как количество вызовов get модуль handle умноженные на размер дескриптор импорта то есть это размер дескриптор импорта это 25 либо 14 в 16 ричный напишем перехват для функции get модуль handle сразу скажу что вот тот код который находится между красными рамками он отвечает за эмуляцию работы функции get модуль handle и у нас на данный момент не интересует при первом срабатывании вот этой функции перехватом то есть при первом вызове функции get модуль handle мы по цифре 1 можно видеть устанавливаем значение true flag который для нас является некоторым индикатором того что перехват уже выполнялся и потом при втором срабатывании перехватом мы считываем адрес таблицы импорта из из регистра и сай вот это здесь можно видеть и создаем дам памяти дам памяти нашего модуля этим занимается созданием там по памяти занимается функция dampen hit и она просто считывает содержимое памяти которая занимает наша программа и сохраняет это содержимое в переменную для ее дальнейшей обработки во втором и последующем случае то есть точнее во втором и последующем срабатывании вот этого перехвата мы будем вычислять размер нашей таблицы импорта делать мы это будем просто прибавляя к нашей переменной который считает этот размер прибавляя размеры дескриптор импорта как я уже говорил 14 16 речной системы числения это можно видеть по цифре 3 и теперь последним действием является исправление дам по памяти этот процесс состоит из четырех таких обязательных шагов первым делом мы в заголовке общего хэдер выставляем правильную точку хода указываем потом после этого указываем адрес и размеры таблицы импорта которые мы как раз на предыдущем шаге посчитали отключаем загрузку образа по произвольному адресу вот по цифре 3 этот код схож с тем скриптом на питоне который я до этого показывал и последним шагом является исправление заголовков секций так как мы создали там памяти то физический размер секций и их положение файли будут равны их размеру и положение в памяти поэтому просто приравниваем эти значения и теперь теперь у нас готов наш эмулятор и давайте посмотрим проверим его действие должно быть видно видео а все четко в общем мы будем возьмем все ту же запакованную утилиту vmi и подадим ее на вход наш эмулятор можно видеть начался процесс распаковки можно видеть вызов get module handle в первый раз как раз для получения служебных функций и дальше происходит как раз можно видеть много вызовов virtual lock и virtual 3 это как раз происходит сама сам процесс распаковки после того как этот процесс заканчивается создается дамп памяти как раз нетронутой таблицы импорта после этого вот можно видеть большое количество вызовов функции get module handle load library а и get proc address это как раз идет процесс восстановления импорта после этого происходит переход на распакованные данные исправляется дамп памяти и и сохраняется файл файл называется qmi exe проверим корректность его работы выполняется все корректно значит можно сделать вывод что что у нас наш эмулятор также отрабатывает корректно стой в том смысле штупый вопрос возник эмуляция вообще безопасно то есть можно ли человеку на своей рабочей машине которую до обычную свою деятельность ведет запускать эмуляторе у него шифровальщика да можно в принципе запускать любые даже вредоносные программы и они просто не смогут выйти за пределы эмулятора то есть например тоже шифровальщик начнет шифровать какие-то эмулируемые файлы то есть которых на самом деле нет но за пределы эмулятора выйти и зашифровать какие-то данные пользователя он просто будет не в состоянии динамическая распаковка она работает достаточно стабильно динамический распаковщик легко написать но у него есть один большой недостаток для упакованных файлов большого размера распаковка может занимать длительное время вплоть до нескольких минут и более высокую производительность показывает статическая распаковка статическая распаковка она заключается в том чтобы восстановить исходный файл без его запуска говорить о статической распаковке мы будем опять же на примере упаковщика аспак на этом слайде представлена общая последовательность последовательность действий которые нам необходимо выполнить для успешной статической распаковки первым делом нам естественно нужно найти наши жатые данные вторым шагом будет определение некоторых параметров распаковки то есть размер этих сжатых данных алгоритма который использовался для сжатия и прочего следующим шагом будет как раз уже распаковка этих данных по известным нам данным и известному алгоритму после чего после распаковки мы производим их дефильтрацию следующим шагом будет восстановление импортов эта процедура будет процедура восстановление импорта она будет отличаться в зависимости от упаковщика в случае аспак например таблица импорт не меняется и поэтому нам будет достаточно найти ее адрес и вычислить ее размер то же самое касательно аспак можно сказать и при релокации однако насчет релокации стоит отметить что некоторые упаковщики в случае например наличие в исходном файле таблицы релокации записывают одно и то же значение во все абсолютные адреса то есть таким образом они увеличивают коэффициент сжатия и они полагаются на то что загрузчик уже в процессе своей работы как раз восстановит эти адреса далее идет опциональный шаг это восстановление экспортов и мы будем заниматься в случае если упакованный файл представляет собой динамическую библиотеку также нельзя забывать это уже следующий шаг нельзя забывать о локальном хранилище потоков или если сокращенный телес телес представляет собой метод в котором у каждого потока есть некоторая область памяти который он может хранить свои данные в случае если приложение использует случае использования статического телес изменяя эту структуру исполняемого файла в него добавляется секция для данных потока и таблица телес разные упаковщики по-разному поступает телес некоторые его в принципе вообще не поддерживают и поэтому не существует некоторого универсального метода восстановления телес но в большинстве случаев если большинстве случаев будет достаточно просто перенести таблицу телес в наш файл из кода загрузчиков ну то есть в любую другую секцию из кода загрузчиков после телес нам нужно будет заняться восстановлением ресурсов подробнее об этом мы поговорим позже и такими последними шагами будут это редактирование полей в заголовке общего хеддер редактирование полей в заголовках секций и собственно окончательная склейка наших распакованных секций и заголовках и соответственно сохранение нашего результата в входной файл давайте для начала обратимся к схеме работы упаковщика аспак во-первых аспак работает только с 32 битными исполняемыми файлами также в отличие от от некоторых других упаковщиков аспак не меняет структуру исходных секций он только прибавляет к ним две новые это можно видеть справа секция загрузчика обычно называется аспак если не была переименована и секцию с не инициализированными данными обычно называется а дата в идеале при статической распаковке мы хотим убрать эти две секции из нашего выходного файла однако это может достаточно сильно затруднить процесс распаковки в целом аспак в секции загрузчика аспака кроме соответственно самого кода который отвечает за распаковку файлов помещается информация о блоках сжатых данных она представляет собой массив структур и в каждой этой структуре содержится адрес сжатого блока данных его размер и в наиболее таких наиболее новых версиях аспака кроме этого добавляется еще и исходные права секций на картинке снизу как раз видны эти структуры слева снизу они выделены желтым цветом сами вот эти структуры они показаны справа на слайде к сожалению аспак не прикрепляет никаких вспомогательных данных упакованному файлу поэтому всю необходимую информацию мы должны получать из из кода загрузчика в начале работы загрузчика он помещает в регистр и bp некоторый адрес и после чего вообще вся последующая адресация которая происходит внутри упаковщика она будет уже происходить относительно содержимого этого регистра и собственно мы можем получить всю необходимую нам информацию просто найдя те инструкции которые как раз к нужной нам информации обращаются то есть таким образом мы получим информацию и о сжатых блоках и об адресах различных таблиц таблиц локации таблиц импорта достаточно просто найти нужные нам инструкции ну например при помощи регулярных выражений теперь когда мы знаем где находятся сжатые данные самое время их распаковать воспак используется только один алгоритм сжатия и он собой представляет авторский алгоритм сжатия с использованием словаря на картинках как раз представлены фрагменты алгоритма декомпрессии вот к примеру на третьем слайде можно видеть функцию которая как раз производит извлечение следующего символа из закодированных данных если кто-то вдруг знает что что это за алгоритм такой который используется вас пакли у кого-то есть соображение на этот счет то пишите либо в чат либо нам на почту было бы интересно послушать а вообще этот алгоритм который ну кажется да кастомным кажется специальным на что больше похож то есть это какое-то префиксное кодирование или там скользящее окно наподобие lz компрессоров там lz mail за 1 так далее больше всего это похоже на на алгоритм сжатия семейства lz то есть в нем явно такие проглядываются моменты как использование ссылок на повторение длина повторения разбор длины и прочего в общем характерный lz алгоритм только модифицированных дальше после распаковки данных мы должны произвести дефильтрацию сама вот фильтрация который применяется вас пак она не сильно отличается той которую 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 мы говорили раньше все также фильтруется относительный пол джамп но кроме этого здесь фильтр действительно пытается определить перед ним настоящий пол или джамп или это просто случайный байт е8 или е9 и отфильтрованные инструкции фильтр обозначает некоторым маркером маркер представляет собой один байт который как раз следует после обкода инструкции это можно видеть вот здесь он выделен это и есть тот самый маркер слева и справа на картинке представлен алгоритм дефильтрации на на языке sim и на ассемблере давайте его поподробнее рассмотрим по цифре 1 идет уже известный нам поиск нужного обхода е8 или е9 далее по цифре 2 проверяется была ли инструкция промаркирована то есть сравнивается следующий байт который идет уже после обхода с как раз этим маркером далее по цифре 3 из инструкции по цифре 3 как раз извлекается то что находится в инструкции после за место адреса то есть то что идет после обхода и по цифре 4 над этим извлеченным значением производится некоторые действия например здесь видно этот циклический сдвиг влево на на 18 байт в 16 ричный и потом из этого значения вычитается адрес текущей инструкции и получившееся значение помещают обратно то есть таким образом и происходит как раз происходит дефильтрация как можно видеть процесс дефильтрации немного усложнился по сравнению с тем что мы до этого обсуждали но сама суть в принципе не меняется после того как данные были распакованы дефильтрованы время заняться различной вспомогательной информацией и первой на очереди будут ресурсы ресурсы представляют собой некоторые данные помещенные в специально для этого область это могут быть картинки аудиофайлы текст и так далее аспак есть опция отвечающая за жатие ресурсов то есть его можно либо включить либо выключить и вне зависимости от того включили мы ее или нет аспак не будет сжимать иконки точнее иконку то есть то что видит пользователь когда он смотрит на исполняемый файл в графическом интерфейсе и не будут сжиматься манифесты так как в ряде случаев манифесты необходимы для корректного запуска программы иконки не трогаются Саша они же там это могли бы хорошо сжаться всякие там ICO файлы там много нулей существенно бы сэкономило место нет ну да это в принципе делается есть две версии почему это происходит в принципе пользователи обычно ассоциируют различные программы и форматы именно с их иконкой и поэтому первый вариант либо это сделано для удобства пользователей которые могут видеть знакомую свою иконку и нажимать на нее либо это сделано для того чтобы ну вот такой некоторой доверчивостью пользователя пользуются зачастую злоумышленники например они могут поменять иконку исполняемого файла на иконку какого-нибудь офисного документа и ничего не подозревающий пользователь запустит ее и это второй вариант то есть либо для удобства пользователя либо для удобства злоумышленников тут я уж не знаю историю разработки аспака и сложно сказать какую цель на самом деле преследовали разработчики понятно коллеги мы чуть чуть немного выходим за тайминг но мы уже близки к финалу так что держитесь так и соответственно вот эти ресурсы которые не были жаты которые просто нельзя сжимать они помещаются в секцию загрузчика и если они были жаты то при статической распаковки нам как раз нужно будет их пересобрать то есть мы распаковали наши данные и нужно будет слепить вместе только что распакованные ресурсы и ресурсы которые были в секции загрузчика так и теперь остался выполнить остался выполнить последний шаг это склеить наши секции и удалить при этом ненужные секции то есть секцию загрузчика и исправить заголовки наши распакованные секции когда мы их записываем в файл они должны быть выровнены по значению которое указано в поле файл alignment в заголовке optional header поэтому мы просто дополняем эти секции нулями до необходимого размера дальше мы по цифре 2 мы исправляем заголовки секций потому как очевидно что распакованные данные занимают больше размер нежели сжатые для новых для новых версий аспак мы также устанавливаем исходные права секций и на третьем шаге мы заносим правильное значение заголовок optional header то есть мы заносим туда правильную исходную точку входа адреса и размер от различных таблиц про которые мы говорили ранее рассчитываем размер новый размер образа памяти и так далее после чего мы соединяем наши исправленные заголовки и исправленные секции и сохраняем их в файл в итоге после всех этих действий у нас есть рабочий статический распаковщик он позволяет достаточно быстро и надежно выполнять распаковку исполненных файлов и не так сильно зависит от размера жатых данных как динамический распаковщик к сожалению за один вебинар невозможно в подробностях осветить процесс распаковки надеюсь у нас получилось выделить некоторые основные принципы распаковки и дать вам о ней базовую информацию и теперь для тех кто все таки дослушал нас до конца у нас есть небольшой бонусный материал и конкретно мы расскажем о том как как сломать стандартный распаковщик дам небольшую справку и пикс это упаковщик с открытым исходом кодом и встроенным распаковщиком и благодаря открытому исходному коду любой в принципе может менять упаковщик на свое усмотрение и этим зачастую пользуются злоумышленники в качестве примеров такого использования упx переделывания его можно привести фреймворк shadow фреймворк для эксплуатации или например утилиту для удаленного администрирования gobble во время сжатия исполняемого файла упx называют секции упакованного файла как упx 0 упx 1 и так далее и впоследствии стандартный распаковщик упx будет ориентироваться именно по этим названием секций отсюда можно сделать логичный вывод что достаточно изменить название секций и распаковщик перестанет работать бороться с этим достаточно просто можно свою очередь переписать распаковщик таким образом чтобы он не ориентировался название этих секций либо просто вручную указать правильное название. И кроме специфичных названий секций, упаковщик UPX прикрепляет также вспомогательную информацию к выходному файлу, так называемый UPX-заголовок. Начинается этот заголовок с UPX-мэджика, это 4 байта, в которой записана строчка UPX и восклицательный знак. Кроме этого, в заголовке содержится информация о используемом методе сжатия, содержатся различные контрольные суммы для упакованных и распакованных данных, используемый фильтр и так далее. Опять же, UPX-распаковщик стандартный в начале своей работы попытается найти этот заголовок и ищет он его как раз по UPX-мэджику. Поэтому второй, такой более сложный трюк, который применяют злоумышленники, это либо частично, либо полностью затереть UPX-заголовок. В случае, если UPX-заголовок был частично затерт, например, был перетерт UPX-мэджик, то, в принципе, это не так важно, потому что, по сути, для корректной распаковки нам нужно всего лишь 5 полей, которые как раз выделены на слайде. То есть нам нужно знать метод, алгоритм сжатия, который использовался, нужно знать длину упакованных данных, их размер в распакованном виде, какой фильтр использовался и каким маркером помечались отфильтрованные инструкции. И все. То есть, например, в случае, если был перетерт только UPX-менеджик, мы можем найти UPX-заголовок, например, при помощи регулярного выражения. А вот в случае, если, например, UPX-заголовок был затерт полностью, тоже существует несколько подходов. Первый – это по аналогии со SPAC разобраться в коде загрузчика, посмотреть в коде загрузчика всю необходимую нам информацию, то есть алгоритм сжатия, длину упакованных данных и так далее. И второй вариант – тоже по аналогии со SPAC-ом произвести динамическую распаковку нашего файла. Оба этих трюка, то есть затирание UPX-заголовка, изменение названия секций, они никаким образом не влияют на работоспособность программы, поскольку загрузчик просто не пользуется ни UPX-заголовком, ни названием секций, и они нужны только для стандартного распаковщика. На этом у меня все. Я передаю слово коллеге. Ну, я его ненадолго, конечно, прям возьму. Во-первых, спасибо всем, кто дотянул. Вы аж целых 51 человек, прям большие молодцы. Собственно, что хотелось подытожить. Еще раз сказать, что все это делается для статической, хотя тут есть динамическая, но это все-таки в каком-то смысле все еще статическая эмбуляционная деятельность, которая не подразумевает настоящего запуска в изолированной среде для, в каком-то смысле, ускорения принятия решения в реносном ПО, для еще одного фактора, который может помочь выявить зловредный код, если что-то в динамике, например, пойдет не так. Мы рассмотрели разные пути. Как уже было сказано, есть преимущества и у так называемой эмуляции, потому что как минимум можно избежать много проблем, если внесены какие-то незначительные корректировки, в логику распаковки. С другой стороны, исключительно статический вариант важен и удобен, если у нас есть такая проблема как произведительность, и нам нужно это сделать просто-напросто быстро. В некоторых случаях, если файл большой, эмуляция может достигать и там пару минут, пока все эти данные будут благополучно, с учетом эмуляции разжаты и склеены как надо. Продолжайте посещать наши вебинары по вторникам. На слайде приведены ссылки на пару предыдущих вебинаров, которые мы проводили. Вскоре мы восстановим видео, и также они будут вновь доступны. На этом, наверное, по существу-то все. Сейчас мы перейдем к вопросам и постараемся на них ответить. Саша, я буду просто тебе слово передавать на вопросы, чтобы нам было легче синхронизироваться. Сразу отвечу на, может быть, два главных вопроса. Будет ли запись? Да, будет. Мы не знаем точно когда, но она точно будет. Мы принимаем все шаги, чтобы как можно скорее все эти выкладки произвести. Был еще момент с вопросом про самостоятельные повторения действий. Про примеры. Обратитесь, пожалуйста, к нам лично. Наши контакты на слайде. И мы вам предложим, те, кому интересно, мы сможем посодействовать, чтобы вам можно было тоже попрактиковаться. Вопрос про библиотеку и начало каждой функции. В библиотеке как определить, где начало каждой функции? Саша, ответишь? В принципе, да. Это можно сделать по таблице экспорта этой библиотеки. Ну и, в принципе, все. Просто разобрав таблицу экспорта этой библиотеки. И таким образом мы как раз и найдем начало тех функций. Вот как раз я показывал первый пример, первая демо, где я использовал плагин с ЦИЛА. И там именно таким образом как раз и определяются вот эти вот названия функций. То есть путем разбора таблицы экспорта. Надеюсь, ответил на вопрос. Следующий вопрос. Снова к тебе, Саш. По каким критериям определить, что, ну, видимо, в регистре ESI находится таблица импорта? Это тот самый слайд, когда был трюк в эмуляции про восстановление таблицы импорта. Да, я понял. Он всегда находится, то есть в регистре ESI, во втором вызове GetModelHandle всегда будет находиться виртуальный адрес как раз таблицы импорта. То есть это такая специфика работы загрузчика самого. То есть ничего определять не нужно. Нужно просто перехватить второй вызов GetModelHandle и считать адрес таблицы импорта из регистра ESI. Классно. Следующий вопрос. Это вопрос ко мне. Есть ли у песочницы интерактивный режим? Нет. Интерактивного режима нет, потому что песочница интерпрайзная. То есть она стоит как решение в большой кооперативной сети, в которой сотни тысяч компьютеров. И в первую очередь ее задача, ее цель – это выявление угроз на потоке и совместная работа с другими средствами защиты, которые могут либо обобщить какие-то события для того, чтобы прокоррелировать действия, или же сделать какое-то полуавтоматическое действие. То есть упор немножко в другую сторону делается. Так, еще вопрос. Даже два. По порядку отвечу. В Tessunbox для анализа Malware используется стандартный внешний распаковщик ASPAC или именно тот, что в исполняемом файле. Вообще используется тот, что делаем мы. Как ни странно это звучит. То есть мы пытаемся сделать более-менее универсальный вариант, который подходит как можно под большее количество различных образцов, распакованными теми или иными версиями ASPAC, потому что ASPACа несколько версий. И, соответственно, следующий вопрос. Что если Malware зажата модифицированным ASPAC, чтобы затруднить автоматический анализ? Но смотрите, если кто-то возьмет версию ASPAC и как-то модифицирует, и мы этого не увидим, то, конечно же, статическая распаковка, скорее всего, не справится. Опять же, все зависит от значительности изменения. Если что-то существенно поменяется, тот же самый алгоритм компрессии, то как бы все. Если речь об эмуляции, то эта штука более устойчива, потому что какие-то незначительные изменения, скорее всего, не затронут опорные точки эмуляции, на которых берется память, восстанавливается и ад, и вот это все вместе происходит. То есть зависит от значительности внесенных изменений. Еще вопрос. Вопрос про вашу песочницу, про которую говорили в самом начале. Как эмулируется вен API? Это частная песочница с полной эмуляцией, или же делается перехват API? Если второе, то есть ли в 15 процессах, характерная для песочницы DLL, по наличию которой анализируемое ПО, может менять свое поведение? Понятна сторона, в которую вообще идет вопрос. Отвечу кратко, и если позволите, лучше вас отошлю к одному из предыдущих вебинаров, на котором мы рассматривали подробно работу нашего компонента мониторинга событий в динамике песочницы. Если кратко, безагентная песочница, то есть внутри нет процесса инжекторов, другие процессы, драйвера-перехватчика событий, то есть весь анализ ведется за счет интроспекции виртуальной машины из гипервизора. Поэтому внутри никаких признаков анализа нет. То есть, соответственно, нет, как пример, вы написали DLL, который делает перехваты функций. А сами перехваты функций преимущественно делаются на уровне ядра, то есть все vnapi так или иначе доходят до ядра, и перехваты преимущественно делаются там. Если особенность работы не заключается до доведения вызова до ядра, потому что не все функции все-таки до него доходят, то перехватывается соответствующий вызов в юзер-моде в пользовательском режиме, но настолько глубоко, насколько это возможно. То есть мы приводили несколько техник на предыдущем вебинаре про межпроцессное взаимодействие. Вот это как раз хороший пример, когда в достаточной степени глубины некоторые события перехватываются на уровне RPC. Вопрос к тебе, Саш. Как идентифицировать патченные пакеры и как добавлять такие изменения в статический распаковщик? Для каждой модификации новая версия, где какие-либо маркеры и инструкции заменены на аналогичные? Например, jump на push плюс red. Действительно, для патченных пакеров мы должны вручную проанализировать эти пакеры. И, к примеру, если они будут достаточно популярны, то мы должны дополнить как раз статический распаковщик. То есть статический распаковщик просто так сходу с ними справиться просто не может. Он просто не сможет получить всю необходимую информацию, которая ему нужна. И, соответственно, для таких пакеров мы должны дополнить наш статический распаковщик. Следующий вопрос. Может быть, пропустил, но почему рассмотрен именно упаковщик ASPAC? На самом деле нет никакой конкретной причины, почему рассмотрен именно ASPAC. Это мог быть и FSG, и PE-компакт, и что-нибудь еще. Хотелось взять какой-то ходовой релевантный упаковщик, то есть тот, который до сих пор применяется, ASPAC в том числе относится к тем, которые до сих пор применяются в частности для упаковки релевантного кода. Наша тема, да, в релевантном проанализировать. Просто взят как пример, и на его примере рассматривается общий подход к действию, как с этим справляться, как с этим работать, какие шаги нужно предпринять, чтобы решать задачу за задачей по распаковке того или иного, извините за тавтологию упаковщика. Вопрос к тебе, Саша. Я дополню предыдущий ответ. Более того, упаковщик ASPAC, он находится как бы в стадии поддерживаемой разработки, то есть многие другие пакеры уже в принципе не поддерживаются, а у упаковщика ASPAC до сих пор выходят некоторые версии. Вот я как раз упоминал такое недавнее относительно новое введение, это добавление дополнительной информации о правах секций и прочее. То есть это одна из причин, почему рассмотрен ASPAC, потому что он разрабатывается сейчас активно. Ну не активно, просто разрабатывается. Огонь. Собственно, да, следующий вопрос к тебе. Я даже, ну, сейчас две части зачитаю. Ты на всякий случай прокомментируй, потому что ты понимаешь, что адресат вопроса разобрался, но тем не менее, может быть, остались вопросы у других. Как вы поняли при UPX в этом бонусном слайде, что заголовок затерся? Это не совсем очевидно на слайде. У видео, видимо, там цифрака в правом верхнем углу поменялась на двух скриншотах. В одном из них нули. Так ли это? Саш, прокомментируй. Давайте я сейчас, в принципе, вернусь на этот слайд. Здесь можно видеть сверху, ну, как я уже говорил, стандартный распаковщик UPX, он ориентируется на UPX Magic, то есть на строчку UPX и восклицательный знак. То есть это и есть начало UPX-заголовка. И на картинке снизу вместо вот этой строчки UPX восклицательный знак видно другая строчка, строчка VSC и звездочка. То есть вот это как раз такой частично затертый UPX-заголовок. Можно тут добавить, что все остальные поля для этого заголовка были сохранены. И, соответственно, если переписать стандартный распаковщик UPX так, чтобы он ориентировался как-то по-другому, искал этот UPX-заголовок, то такой файл можно будет без проблем статически распаковать. Ну, есть обратная связь. Ты все четко объяснил, все понятно. Так, следующий вопрос. Статическая распаковка поддерживается индивидуально для каждого упаковщика? Ну, видимо, или нет, да? Ну, вот тут, соответственно, немножко повторимся. Если речь идет о исключительно той самой статической распаковке, то да. То есть если у нас меняется семейство упаковщиков на что-то другое, то какие-то детали, конечно же, тоже поменяются. И straightforward алгоритм по работе с файлом придется менять. Если используется в помощь эмуляция в той или иной степени, то, вообще говоря, можно схитрить. В конце концов, если написать хороший эмулятор и прогнать исполняемый файл достаточно долго на языке ассамблённых инструкций, ну, там по времени, да, будет зависеть, конечно же, от системы, на которую можно это гнать, то, вообще говоря, да, в общем случае, можно достигать распакованного образца, да, не заниматься восстановлением таблицы импортов, не упорядочивать секции, конечно же, релокации не восстанавливать, но у вас будет, во всяком случае, чистый код, в котором можно пытаться что-то искать. То есть подходы можно в некотором смысле обобщать, особенно если речь про эмуляцию. Ну, там, конечно же, тоже есть свои подводные камни. В целом, в полуавтоматическом режиме, в полустатическом режиме анализа так или иначе, это решаемо. Ещё вопрос. Хотелось бы посмотреть, как вы боретесь с упаковщиками, использующие разные техники антиотладки и опускация. Павел, смотрите, пока я читал это пожелание, у меня уже возникло две идеи, о чём можно будет поговорить конкретнее. Короче говоря, давайте рассмотрим, да, почему бы и нет. Вот, запросы весьма интересные, может быть, там, да, в каком-то смысле подумаем и постараемся вот эту идею обобщить. Вот, соответственно, более сложные истории рассмотрим. Ещё вопросы? Всё, что было, по-моему, всё прокликано, всё ответили. Ну, соответственно, если вопросы возникнут, вот и прямые контакты на слайде, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Также у нас есть продуктовый чат по песочнице. Вот, возможно, некоторые, скажем так, да, коллеги из чата весьма удивятся, когда туда резко посыпятся технические вопросы про упаковщиков, но почему бы и нет. Вот, любые моменты, любые какие-то детали, пожалуйста, адресуйте в чатик, сможем подискутировать там, если так удобнее. Вот, кстати говоря, я попрошу организатора в чатик закинуть заодно и ссылочку на канал телеграммный. Почему бы и нет? Ну, в смысле, на чат телеграммный. Чуть-чуть повисим, я надеюсь, нам сейчас коллеги помогут и ссылку запихнут. Если не помогут, я сам запихну. Так, надеюсь, правильно отсылаю. Ну, вот как-то так. Вроде бы правильно отправил. В общем, приходите, пообсуждаем там, если что вдруг есть. Ну, а если вопросов нет, тогда всем спасибо, что были с нами. Вот, приходите еще. Надеюсь, вам понравилось. Всего доброго. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.